РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 4-й главы послания апостола Павла к Ефесиным с 25-го по 32-й стих. Давайте его послушаем. Тем же от ложи лжу глаголите истину киждока искреннему своему. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. В сегодняшнем чтении мы слышим рассуждение апостола о христианской жизни. Он призывает учеников не лгать, не красть, не допускать раздражения и ярости. И это все, несомненно, очень верно. Но в его словах не меньшую роль играют добрые дела, которые должны занять место грехов. Место в душе не может быть пустым. Мы все время совершаем те или иные действия, добрые или злые. Многие люди, стремящиеся вести христианскую жизнь, начинают с того, что кажется очевидным. Они стараются не грешить. Раньше я сквернословил, а теперь нет. Был очень гневливым, но теперь стараюсь бороться. Кажется, все верно. Но часто при этом совершается одна ошибка. Люди думают, что главное очиститься от грехов, ведь именно за них Бог их накажет. Не понимая, что и грехи, и добродетели опасны или ценны не сами по себе. Они лишь выражают состояние нашей души. Грехи – болезни и проблемы, добродетели – присутствие здоровых сил. Грехи делом, от которых мы обычно стараемся избавиться в первую очередь, довольно очевидны. Но ведь есть грехи не от дела, а от его отсутствия. Ты можешь не делать зла, но делаешь ли ты добро? Эта двойственность наших поступков очень хорошо слышна в сегодняшних словах апостола. Ведь отказ от греха по его словам сразу предполагает доброе. Так он пишет, «Отвергнув ложь, говорите друг другу истину». Кажется, если перестанешь обманывать, автоматически начнешь говорить правду. Но это не так. Есть довольно много ситуаций, в которых мы можем промолчать, и это не будет ни правдой, ни ложью. Апостол же говорит, что как члены одной церкви, как братья и сестры, мы должны стремиться к искренним, открытым, глубоким отношениям. Ибо где, как ни в церкви, торжествовать правде. Может показаться, что когда апостол говорит о гневе, он не предполагает никакого положительного решения. Однако с гневом не все так просто. Апостол пишет, «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Не проще ли сказать, «Не гневайтесь», скажет кто-нибудь. Зачем такая сложная конструкция? Но апостол знает, что имеет в виду. Ведь гнев может быть разным. Именно поэтому, присмотревшись к его словам, мы поймем, что он выступает не столько против гнева, сколько против греховного гнева, связанного со злостью, агрессией и враждой. Причина праведного гнева в желании правды, в то время как причина неправедного в отсутствии любви, которая стремлением к правде только прикрывается. Прекрасно понимая, что грань очень тонка, апостол ставит границы любому гневу. Поэтому каким бы он ни был, он не должен быть долгим, и люди должны мириться до захода солнца. Если же дать себе волю, гнев станет основой обиды и разделения, к чему и стремится лукавый. Бог соединяет, а он противопоставляет. Сделать это через гнев, греховный или праведный, ему все равно. Главное, чтобы между людьми была вражда. Итак, какие бы призывы апостола мы ни взяли, ни воровать, ни сквернословить, ни кощунствовать, ни позволять себе ярость и всякую злобу, им всегда будет противопоставлено не просто отсутствие чего-то, но активное присутствие добродетели, милостыни, назидания, сострадания и прощения. Зло, очевидно, необходимо искоренить из своего сердца, но вместе с тем его необходимо наполнить добром. Апостольские чтения